Приветствую вас. Приховная Рада приняла закон, который вообще-то считается для получения безвизового режима. Называется он закон о введении так званой специальной конфискации. Обращаю ваше внимание, не все европейские страны имеют такой закон, а большинство стран, которые имеют безвизовый режим с Евросоюзом, вообще даже не пытаются такой закон принять. Ну, нам как бы порекомендовали, нам приказали, мы это сделали. По своей сути, это чисто европейский закон. Да, действительно, в некоторых странах существует, в США существует такой закон. В чем суть? Что такое специальная конфискация? Есть в Головном кодексе вообще конфискация. Это значит, что означает? Это означает, что человека обвиняют, его имущество можно арестовать. Потом, в случае, если суд действительно будет доказано, что это имущество получено преступным путем, принимается решение о конфискации. Специально это немножко наоборот. Человек обвиняют, его имущество арестовывают, есть специально будет создана структура по поиску такого имущества и управлению. То есть, его имущество управляет, и пока идет следствие, пока идет суд, имущество уже все в стороне. Если так случится, что докажут, что вы невиновны, вам должны их овернуть. Если не докажут, все, пропало. С точки зрения США это правильно, потому что они с помощью такого специальной конфискации борются с такими особо опасными преступниками. И вообще, применяют этот закон специальной конфискации в редкий случай, когда действительно, ну явно там какие-то у нас большой риск. Будут злоупотреблять невероятную. Причем специальную структуру. Представляете? Чем она будет заниматься? Она будет стараться максимально использовать свои коррупционные схемы, чтобы отобрать имущество. Будет однозначно. В чем фишка этого закона? Он, в принципе, как бы прописан грамотно. Предполагается, что если человек обвиняют в совершении средней тяжести преступления, не особо тяженья, средней, он уже как бы виноват. Но, правда, там выделены часть статей, по которым можно эту специальную конфискацию. Итак, там есть часть статей, которые касаются, как бы, личных свобод, ну и, в общем-то, различных бытовых моментов, которые возникают между людьми. Это начинается захват людей, изнасилование, различные там преступления против другого лица. И здесь предполагается использовать вот этот специальную конфискацию. Согласен, спорить не буду. Действительно, есть уже такой момент, это факт. Третья группа законов, что касается террористов, тут все охватывает. Участие в террористической организации, финансирование террористической организации, содействие, призыв. Вот призыв. Если человек призывает заниматься терроризмом или призывает, он уже попадает под этот закон. Есть там еще очень хорошенький пункт. Я думаю, ради этого пункта все это изотвивали. Другие, есть ли незаконная приватизация? Ну, вот, вас обвиняют в том, что приватизация была незаконная. Что можно сделать? Правильно отжать заводик. Передать этой компании. Потому что эта компания чисто случайно это все продаст нужному человеку и вперед. И большой блок, конечно, как и положено, взятки. Ну, коррупция. То есть, если вы даете взятку специальной конфискации, если вы берете специальную конфискацию, вот здесь чисто из Америки специально, там действительно такая система. То же самое, если вас обвиняют, что вы украли имущество, ну, используя различные там коррупционные схемы финансовые. То есть, если вы встретили на улице человека, отобрали шапку, это не применяется. А если вы, используя свои там служебные положения, какие-то знания украли, обвиняются. Ну, мошенники разные, которые используют различные методы, чтобы украли, тоже обвиняются. Вот такой этот закон. Будут злоупотреблять? Однозначно. Надо было его принимать. Ну, депутатам виднее. Понимаете, беда наших депутатов заключается в том, что они его принимают за расчет, типа, мы это жмем у этих, и это мы возьмем. Они забывают, что потом будет отжимать у них то, что они отобрали у других. Наша проблема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова